О поп-механике. Поп-механика состояла из разных секций. Это было, собственно говоря, эстетически, что представляла собой поп-механика. Она совершенно не была тем пародийным роком, которым являлись весь Ленинградский углу. Но она и не была советским джазом, имитирующим западный джаз. Это было совершенно новое яркое явление. В чем-то поп-механику стилистически можно было сравнить со шнитки, потому что это тоже полистилистика, или с ганелином. Но Турюхин намного более широко использовал краски. То есть он использовал в качестве палитры, он использовал не инструменты, как использовал, допустим, или традиционных инструменталистов, как используют академические композиторы, а он использовал людей со всеми их особенностями личностного поведения. Вот поп-механика отличалась тем, что там может быть любое количество гитар или бас-гитар. Там это не принципиально, сколько их. Хотя вроде бы с точки зрения музыкальной удваивать или утраивать количество гитар, которые все равно играют в унисон, в логике не было. Важны были иконы на сцене, чтобы стоял Гребенщиков, Цой, Ляпин, Вишня одновременно, Леня Федоров, появившийся только тогда, чтобы танцевал Гаркуша. Собрать все модные иконообразные явления, которые трень-брень, что-то такое смогут там с грехом пополам сыграть. Иногда. Но иногда не смогут. Нет таланта, допустим, к игре на инструменте. Добавлялась секция духовых инструментов, которые, как правило, играли в унисон. Некогда подрепетировать, да и незачем. Вот. Добавлялись самые разнообразные, яркие, интересные люди, приехавшие откуда ни было. Ну, могу привести Вячеслава Мишина из Волгограда, создателя оригинальных звуковых скульптур. Например, Курюхин пытался привлечь в поп-механику сыграть соло Карвайчука. Тот отказался. Вернее, согласился, но на сцену не вышел. Но сидел в зале и крутил носком желтых ботинок в первом ряду. Курюхин привлекал часто и в общении музыкантов. Например, клоунов, что уже говорит, что это не рок-музыкант, потому что он совсем не пафосно относился к своей деятельности. Совмещал поп-механику то с сеансом психоанализа, то с конкурсом красоты, то со спортивными мероприятиями, секретные олимпийские игры. С самыми разнообразными явлениями. Потом он вообще стал привлекать животных к выступлению. Это разнообразные козлы, куры, лошади, которые иногда оправлялись на сцене. Ну, спортивные делегации, спортивные команды, лучницы, например. Вот в поп-механике я становлюсь все более массивными. Что представляла собой эстетический поп-механика? Это совершенно советское порождение. Поп-механика, по сути, это большой праздничный советский концерт, в котором сломана иерархия. То есть в советском мифе предполагалось, что есть высокое и есть низкое. И советская власть объединяет. Сначала выходит лисициан и поет, допустим, оперным голосом партия нашего львы. Потом выходит Георг Отц и поет усталые из оперетты, усталые греца у чужого огня. Постепенно доходит очередь и до матросского танца яблочком. А вот представьте поп-механика, в которой совмещаются вместе эти коды и порядок, перепутанные. То есть это, собственно говоря, советский миф, все элементы, иерархия между которыми разрушена. По сути, Курехин в музыкальном смысле явился первым, ну не первым, но очень важным музыкальным концептуалистом. Субтитры создавал DimaTorzok